Сегодня жители региона с удивлением наблюдали на улицах представителей разных народностей в национальных костюмах. Вернуться в прошлое к нашим предкам помогла акция «Свой среди своих», которая стартовала в Международный день коренных народов мира. Организаторами мероприятия выступил этнокультурный центр Неницкого округа. О тех, кто провел этот день в необычной атмосфере, расскажет Любовь Пермякова. Эту встречу на улице Смедовича можно назвать исторической. И еще бы, ведь на местном Арбате встретились представители сразу нескольких национальностей в традиционных костюмах, которым более ста лет. Вот как раз я хочу сказать, что теперь на мне костюм моей бабушки. Это тот костюм, который я запомнила с детства, совсем маленькая-маленькая была. Кокошник всегда одевался, потому что все дела хозяйские происходили на кухне, чтобы волосики, как говорится, никуда не попадали. И фарточек одевался. Вот такой кокошничек. Плоточек сверху одевали, ходили когда. Калошки обязательно. Это первое такое было, что вот именно носили калоши. Раз, скинул и пошел. Представительница русского народа Вера Семенова сегодня в акции участвует со своей внучкой Берутой, которая с детства прививала любовь к традициям. А Берута, а тебе нравится костюм русской красавицы? И почему? Мне нравится этот костюм, потому что вот я обычно, когда хожу в обычных платьях, например, на Новый год пошла, надела какое-то платье. Мне в нем холодно, когда я иду по улице. А вот сегодня я наделась, у меня прям жарко, очень тепло, хорошо. Вот это мне именно нравится в русской одежде. Комижемка Александра Пономарева сегодня тоже в компании с внучкой Варварой. Когда Варенька родилась, ей еще не было годика, я уже ей сшила костюм. У нее есть сарафан, есть сос, есть платочек. А вот этот платочек, который на голове, ей, получается, достался от прабабушки, от моей мамы. Вы уже успели походить по городу, по торговому центру, по магазину. Как люди реагируют? Вы знаете, мне так приятно. Во-первых, с самого начала я хочу сказать, что когда я надела этот костюм с такой гордостью, что у меня такое было вдохновение, я как будто поднялась, у меня появились крылья. Вот понимаете, это действительно очень здорово и помогает. А потом, когда я пошла по улицам города с утра, люди, конечно, шли и улыбались. Не прошла мимо такой национальной красоты и жительница Германии Тамара Родина, в прошлом уроженка Наринмара, которая на родине не была более 30 лет. Сегодня акция День коренных народов мира. И увидели вот это вот. Почему мы в костюмах? Какое впечатление у вас произвели? Костюмы очень понравились. Город понравился для жителей. Это прекрасно. Вот вы знаете, не было ностальгии, в общем-то, и как бы была уверена, что никогда сюда не приеду, поскольку ничего нет, никого нет. И вот идем однажды по Италии, что ли. Я говорю, ну все одинаковое. Надо ехать на Наринмар. Но это прошло года полтора. Однажды вот проснулась и сказала, я хочу на Наринмар. Вот вы ходите, вот какие чувства? Плакать хочется, радоваться хочется. Вы знаете, когда приемлялся самолет, я вообще думала, у меня сердце разорвется. Сегодня присоединились к акции представители разных профессий и возрастов. Среди них и сенатор Римма Галушина. Замечательная акция. Надевая национальный костюм, действительно вспоминаешь свои национальные корни. Действительно, это пример для наших детей, что тоже немаловажно. У нас в семье тоже соблюдаются, ну хранятся такие семейные национальные реликвии. У меня папа комик. К сожалению, дедушка погиб на войне в 43-м году. Бабушка тоже рано ушла из жизни. И папа, к сожалению, тоже рано ушел из жизни. Но вот его сестра, тетушка моя, она нам передала подвески и ленты с костюма, с бабушкиного костюма. Вот они у нас, конечно, хранятся. Хранит семейные традиции ведущий консультант по национальной политике и делам коренных малочисленных народов Севера Анатолий Талеев. Я решил поддержать акцию, потому что я люблю свой округ. Ты надел старинный пояс в своей семье, да? Я знаю, что элементы тоже старинные. Можешь рассказать о нем? Да, это пояс остался у меня надеда. Единственное, что я его переделал под себя, но все элементы, они оригинальные. Единственное, что он немножко отреставрированный. Вот есть тут такие даже разные штуки, как нож. Не буду показывать лезвие, потому что он не очень... А так он искусно вырезан моими предками. Всего участниками мероприятия свой среди своих стали более 60 жителей региона. И это, по словам организатора факции, почти вдвое больше, чем в прошлом году. На самом-то деле у нас задачи очень простые. Научиться жить в этих костюмах традиционных. Это значит отчасти вернуться в традицию. И вот попробовать поощущать себя, потому что ты в сарафане или в косоворотке совершенно по-другому двигаешься. А особенно, если это твой родной костюм, то это ощущения вдвойне особенные, когда тебя с этой вещью что-то связывает. Поэтому вот наша задача, чтобы люди возвращались к своим корням. Напомню, акция призвана подчеркнуть своеобразие национальных культур, разных народов, важность сохранения традиций, красоту и уникальность народного костюма. Любовь Пермякова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Продолжение следует...